Здравствуйте! В прямом эфире новости ТВК в студии Дарья Тарасенко. И сейчас коротко главные темы этого дня. Посчитали, прослезились. Цены на продукты в январе снова выросли. Об этом рассказали в Краснодарск, кстати. Больше всех подорожали яйца, картофель и гречка. С чем это связано? Подробности через две минуты. В российских санаториях появилась новая услуга – реабилитация после коронавируса. Удовольствие не из дешевых, но пользуется спросом. И Лена Армаз расскажет, сколько стоит прийти в себя после болезни. Снежную и теплую неделю обещают нам синоптики, зато выходные снова будут прохладными. Подробный прогноз погоды смотрите через 10 минут. В Краснодарске закрылся парк аттракционов «Остров Сокровищ». Почему и что там появится? И снова Краснодарск попал в топ городов с самым грязным воздухом. Такие результаты приводит портал IQR. Днем наш город лидировал с показателем 513. Это означает «опасный воздух». Следом идет столица Индии – Дели. Показатель загрязненности там – 265. На третьем месте – Дакка. Это Бангладеш. Его уровень всего 206. К сожалению, в этом рейтинге Краснодарск занимает первое место уже не в первый раз. Только за январь в городе режим НМУ вводили уже 4 раза. И в общей сложности мы прожили по черным небам больше 10 дней. Хотя есть и хорошие новости. Минприрода утвердила методику расчета размера вреда атмосферному воздуху. По ней платить за негативное воздействие на окружающую среду будут предприятия и индивидуальные предприниматели. Считать размер будут и во время НМУ, и в так называемое мирное время. Что самое главное, методика учитывает фактическую величину выброса. Его продолжительность и допустимый норматив. По словам экологов, это большой шаг. Ведь раньше никакой методики не было вообще. Но есть и минусы. Привлекать к ответственности за превышение смогут только те предприятия, которые работают постоянно. Если, например, превышение возникло от пожара на каком-нибудь объекте, то учитывать его никто не будет. Учерб по этой новой методике для вот таких источников, которые ухудшают показатели и состояние загрязнения атмосферного воздуха, пусть и кратковременно. А в некоторых случаях это может быть не кратковременно, а в течение нескольких часов. И под это воздействие может попасть, вообще говоря, достаточно широкий круг лиц. Методика ущерба в данном случае не предусматривает никакого. То есть эта методика работает для регулярных источников. То есть если они там недоплатили или выбрасывают там из сверхмиры. Еще из минусов этой методики она не учитывает вред, который оказывает загрязнение на здоровье человека. Экологи говорят, такая практика есть, например, в европейских странах. Введут ли ее когда-нибудь в России? Пока вопрос. Посчитали, прослезились. Красноярск Стат рассказал о росте цен за прошедший год. Несмотря на сокращение экономики и падение доходов красноярцев, цены выросли значительно. Особенно разочаровали продукты. Картофель подорожал на 57%, гречка на 43%. Виталий Поляков расскажет, почему растут цены. Я вспоминаю с крустью советской власти. Дмитрий Иванович зашел в магазин погреться. На его пенсию в 16 тысяч только и остается, что смотреть на цены и вспоминать сыр по 2 рубля за кило. А цены будто издеваются, растут и растут. Этому небольшому магазинчику и правительство, и Путин не указ. В продаже должно быть подсолнечное масло за 110 рублей. Чиновники так требуют. Но здесь, говорят, цены упали, а были еще выше. Впрочем, к высокой стоимости масла люди будто привыкли поспеть бы за подорожанием других продуктов. Как вы оцениваете, на что в последний месяц больше всего подорожало? Колбасы, сыры, молоко, алкоголь. За январь, по данным Краснодара, больше всего подорожали овощи и фрукты. В лидер выбились капуста и виноград. Они подскочили в цене на 10% всего за месяц. В февраль готовят красноярцам новый сюрприз. Поставщики объявили о подорожании самого доступного мяса. Сезонное подорожание присутствует в категориях овощей, в категориях фруктов после Нового года. Это нормально, но оно в пределах должно быть примерно 5%. Сейчас мы видим по некоторым товарам повышение больше 5%. А некоторые группы растут до 20%. Например, нас очень удивила охлажденная курица, которая сейчас по закупочным ценам вырастает практически 20%+. Крупные сети магазинов, как правило, до последнего не повышают цены, поскольку конкуренция на этом рынке жесткая. Нужно бороться за каждого клиента. Но порой никакое сдерживание не помогает. Красстат подсчитал, что за год картошка подорожала на 57%, гречка на 43%, сахар, за который так бился Путин, вырос в цене на 40%, свекла на 32%, овсянка на 30%. В основном это продукты, которые люди покупают каждый месяц. И столь стремительная динамика только ускоряет прирост бедных в России. Эксперты считают, виновата в этом родное правительство, которое вовремя не предприняло нужные меры. Причина, по которой подорожал подсолнечник, все же связано с мукой, связано с тем, что огромные урожаи вывезли за границу, потому что мировые цены были очень хорошие, сегодня хорошие. И никто не сделал ограничений. Наши федеральные чиновники все проспали, видимо, заняты были другими делами. И семечка уехала за границу, в основном в Турцию. То же самое произошло с зерном, поэтому подорожала мука. Поэтому с сахаром такая же история. Но есть и хорошие новости. За год подешевели перловка, пшено, чеснок и конфеты. Прожить с таким рационом можно, да и колбаса в магазине есть недорогая. Вообще зря говорят, что при всем изобилии продуктов в наших магазинах здесь нет по-настоящему дешевых товаров. Вот, допустим, самая доступная в этом магазине колбаса, авиатская 400 граммов. Но смотрим, что это мясо, содержащее колбасные изделия категории Г. То есть есть А, Б, В, это Г. Четвертый сорт. Смотрим, что в составе. Мясо птицы, свинина, вода, крупа манная, крахмал, картофель. Ну а дальше добавки Е450, Е451. Брать ее как-то не хочется. В среднем цены на продукты в январе выросли почти на 8%. Сдержать их правительство не в состоянии, как и поднять уровень жизни. Впрочем, зима вот-вот закончится. Через пару-тройку месяцев начнется дачный сезон, а там и до урожая недалеко. Виталий Поляков, Александр Карпов. Новости ТВК. Сегодня мы узнали у красноярцев, заметили ли они рост цены. Если да, то как изменили свои потребительские привычки. Цены растут. Вы замечаете? Ну да, замечаю. На все сразу, в принципе, и на товары первые необходимости. На хлеб, на колбасу, на рыбу, на мясо. Ну и как, все же дороже стало в последнее время? Вот знаете, трудно следить за ценой, трудно очень. Запомнить все это, в голове же надо держать. Нет, я не замечаю. Ну то есть все на таком же уровне и осталось, либо просто другие продукты стали покупать? Да я под акцию беру все. Они низкие, под акцию цены низкие. Да, подорожали цены, ничего не скажешь. Куда посмотришь, и все время где-то ничего не опускается. Только единственное, что по акции. А так нет, конечно, все дорого. Вот так бы мне не волнует, я не обращаю внимания. То есть все те же продукты, какие и покупали, те и покупаете? Да. Не обламываюсь, покупаю, что хочу. Замечаете, что цены как-то растут в магазинах? А куда их деваться? Как не растить? Нет, ни в чем себе стараюсь не вырезать. Ну то есть для вас ничего не изменилось? Честно говоря, наверное, нет. На какие продукты рост заметили? Вы знаете, мне кажется, я на все заметила. Молоко, хлеб, мука, крупы. Ну все. Даже консервированные вот эти продукты тоже сильно вырастут в цене. И сегодня мы также проводим голосование. Спрашиваем у вас, какую часть дохода вы тратите на еду. Если это примерно около трети, звоните по телефону 8 800 350 57 82. Если на продукты у вас уходит примерно половина дохода, то номер телефона для вас 8 800 350 57 83. Если на питание вы тратите почти всю зарплату, то набирайте 8 800 350 57 84. Свой голос вы также можете оставить в нашей группе ВКонтакте. Итоги подведем в конце выпуска. В красноярских школах начали собирать подписи за присвоение красноярского звания «Город трудовой доблести». Как и рассказали родители школьников, в пятницу самым ответственным ученикам в классах раздали флайеры для голосования. Классные руководители очень просили их заполнить и принести в понедельник. Но когда родители прочитали листовки, увидели, что в ней необходимо написать свои персональные данные. Фамилию, имя, отчество, номер телефона. И все бы ничего, но в листовке указано, что эти данные собирает партия «Единая Россия». Вот что рассказал отец одного из школьников Андрей Шалимов. Самой инициативой мы не имеем никаких претензий. Нам не очень нравится, что учителей, школу и администрацию города Красноярска и управление образованием используют конкретная политическая партия. Получается, что вместо того, чтобы администрация города заниматься своими делами, занимается реализацией какого-то политического интереса через детей. И это нас не очень устраивает. В администрации города сегодня пояснили, что в листовках действительно указана партия «Единая Россия». Все потому, что она выступает одним из организаторов этого голосования. И якобы никакой политики в этом нет. Чиновники вполне законно могут не предоставлять сведения о своих доходах. Им за это ничего не будет. Комитет Госдумы по местному самоуправлению поддержал законопроект правительства. Согласно документу, чиновников, депутатов, судей и других представителей власти предлагают освободить от ответственности за нарушение антикоррупционных запретов. Но только в связи с вынужденными обстоятельствами. К ним, в частности, относят стихийные бедствия, пожары, эпидемии, забастовки, военные действия. В Думском комитете заявили, что документ очень актуален в период пандемии. Например, в прошлом году чиновники не смогли вовремя подать декларацию о доходах или сообщить о конфликте интересов из-за того, что органы власти долго работали по удаленке во время режима самоизоляции. В правительстве просят дать закону обратную силу, чтобы он начал действовать не с момента опубликования, как это должно быть, а с 1 марта 2020 года. В ближайшее время законопроект рассмотрят в первом чтении. В Москву засыпало снегом. Все выходные столица стояла в пробках, а в аэропортах задержали сотни рейсов. При этом московские коммунальщики заявляют, что на уборку снега понадобится не меньше трех дней. Красноярск уже пережил такой снежный коллапс. И сейчас ситуация на дорогах определенно лучше, чем неделю назад, говорят водители. Однако скоро снег снова вернется. О погодных аномалиях в Москве и подробном прогнозе погоды на неделю в Красноярске расскажет Елена Армас. На выходных Москву буквально завалило снегом. Только за сутки с пятницы на субботу выпало почти три четверти месячной нормы осадков. Слегопад продолжался почти все выходные. Из-за снежных сугробов город встал в пробки, которые не прекращались даже ночью. По данным Яндекс.Пробок, на выходных интенсивность заторов достигла максимальных 10 баллов, а ночью 7 баллов. В аэропорта задержали более сотни рейсов. Наиболее сложная ситуация была в Домодедово. К нам в редакцию прислали фотографии, как это было. В здании аэропорта в ожидании своих рейсов находились несколько сотен пассажиров. Там, по данным сервиса Яндекс.Расписание, задержали 84 рейса и отменили еще 15. Время прилета некоторых рейсов тоже было изменено. Но уже сегодня снег в Москве прекратился. В город пришел антициклон с аномально холодной погодой. Однако власти заявляют, что для уборки снега понадобится минимум три дня. Мы, красноярцы, уже переживали подобный коллапс, но сейчас, по словам водителей и пешеходов, ситуация на дорогах намного лучше. Проблема с уборкой снега остается только во дворах жилых домов. Однако синоптики предупреждают, на этой неделе осадки снова вернутся. И снег будет идти каждый день. При этом в Красноярске потеплеет, вплоть до плюсовой температуры. Сегодня днем столбик термометра держался на отметке в минус 20 градусов. Однако к вечеру в городе потеплело до минус 11. А уже завтра температура поднимется до 0 градусов. Из-за такого резкого перепада температур советуем метеозависимым позаботиться о своем здоровье. Ночью будет всего минус 2. Пройдет небольшой снег. В среду, 17 февраля, температура поднимется до плюсовых значений. Днем синоптики прогнозируют плюс 1 градус. Возможен снег. Но уже в четверг начнет заметно холодать. Так, днем 18 февраля ожидается около минус 8 градусов. А ночью температура опустится до минус 18. Все так же будет идти снег. В пятницу днем синоптики прогнозируют минус 16. А ночью похолодает сразу до минус 25. Такая же погода сохранится на выходных. Днем в субботу ожидается минус 16 градусов. А в воскресенье минус 17. Такой резкий перепад температуры может спровоцировать гололедицу. Поэтому советуем водителям и пешеходам быть внимательней. Елена Армас, Владимир Антонов, Новости ТВК. Вы смотрите новости ТВК. Наш телефон 200-00-65. Мы продолжаем. И продолжаем наше голосование. Напомню, спрашиваем мы сегодня, какую часть своего дохода вы тратите на еду. Голосовать можно по телефону, который вы видите на экранах. Но сейчас предварительные результаты голосования. На сегодняшний момент 18% дозвонившихся говорят, что тратят на еду около трети своих доходов. 44% тратят примерно половину зарплаты и дохода в целом. И 38% почти всю зарплату тратят на еду. Вы можете продолжить голосовать по телефону и в группе ВКонтакте. 36,5 тысяч жителей Красноярского края поставили прививку от коронавируса. Из них 10 тысяч уже получили вторую дозу. Вакцинация идет по плану, заявляют в Минздраве. В числе тех, кто уже поставил второй компонент спутника ВИИ, мой коллега Сергей Григорьев. Специально для телезрителей он ведет дневник наблюдений. Рассказывает о том, что известно сейчас о российском препарате. Все подробности в сюжете далее. Ровно три недели прошло с того дня, как я первый раз привился спутником ВИИ, вакциной от коронавируса. 21 день – это тот срок, через который я должен повторно явиться и поставить себе уже второй компонент. Нигде я специально не записывался, вот с услуги пригласили меня к 10, в мою больницу, где я и ставил первую дозу. Сейчас покажем, как будет вторая. На первую вакцинацию я записывался по телефону, мне объяснили, что нужно будет прийти за 10-15 минут до назначенного времени, пройти осмотр у врача. На вторую вакцину я пришел, мне уже никто ничего не объяснял. Портал госуслуги прислал мне уведомление, что пора поставить прибивку 15 февраля. А вот куда идти, что делать, объяснений не было. В регистратуре сказали, что нужно снова пройти осмотр у врача и уже потом идти на вакцинацию. Пока что в порядке живой очереди, ждем, пока нас пустят. Как выяснилось совершенно случайно, стояли в очередь мы не туда. Там ставят первую вакцину, обследование, а в кабинете 207 те, кто повторный, второй компонент себе ставили. Если бы не пришел врач, случайно нам об этом не сказал, мы бы так и стояли там. Несмотря на то, что я уже заполнял информированное согласие, когда ставил первый компонент вакцины, мне еще раз выдали эту бумагу, видимо, для второго тоже нужно писать согласие. И выдали еще осмотр врача перед вакцинацией. Здесь я заполнил частично все остальное, допустим, сатурацию, артериальное давление, и, видимо, будет заполнять уже врач. Можно? Сходите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. На осмотре у меня снова проверили сатурацию, давление и послушали легкие. Затем опросили по форме и отправили в прививочный кабинет. Оказалось, помещения-то разные. Для тех, кто пришел на первый компонент, и тем, кто ставит вакцину уже второй раз. Два разных кабинета – это… Это чтобы разделить потоки, потому что на первый компонент много, и на второй много. И людям ждать придется долго, чтобы удобнее и быстрее все это было. В самом Уколе ничего зрелищного. В этот раз я даже, в принципе, не почувствовал иглы. А потому предлагаю посмотреть ролик от заключенных Свердловской области. Они вместе с ГУФСИН написали рэп и сняли клип про вакцинацию. Плевивка – это вам не ерунда. Саша, пойдешь плевиваться? О, да! На зависть западу вакцина наша. Одобрена Роспотребнадзором. Вскоре ждем ее и у тебя мы за забором. О вакцинации в стране поем мы в этой песне. Прощай, коронавирус, убьем заразу вместе. Ты нам, ты нам помоги, спутник Ви, спутник Ви. Вакцинацию пройди, спутник Ви, спутник Ви. Ну что ж, второй компонент вакцины уже во мне. Это значит, что я закончил процедуру прививки и вакцинации от коронавируса спутником Ви. И по данным, которые публиковали в международном медицинском журнале «Ланцетт» и авторы этих исследований – это центр Гамалеи. Теперь у меня есть достаточно мощный иммунитет против коронавируса и продержится он в моем организме полтора-два года. Будем проверять, будем смотреть. Обо всем обязательно доложим в дневниках вакцинированного. Сергей Григорьев, Александр Карпов, Новости ТВК. В России растет запрос на реабилитацию после COVID-19. Люди, которые уже переболели коронавирусом, вновь обращаются за помощью к медикам, но уже с осложнениями после инфекции. Реабилитационные отделения открываются при больницах и бывших ковидных госпиталях. Это бесплатно по показанию врача. Однако есть и другой вариант реабилитации – санаторно-курортный. Это удовольствие уже не из дешевых, но тоже пользуется большим спросом. В этой теме сегодня разбиралась Елена Армасовна в студии. Лена, кому все-таки положена реабилитация и с какими симптомами стоит обратиться к доктору? Дальше на реабилитацию отправляют строго по клиническим показаниям. Чаще всего это пациенты, которые находились долго на искусственной вентиляции легких, более двух недель. Или те, кто испытывают трудности с отдыхательной системой – это отдышка и откашливание. Последствия этого вируса могут быть совершенно разными. От нарушений сна и подавленного состояния до инсульта и фиброза легких, говорит начальник Центра реабилитации и восстановления Елена Гусакова. Она уверена, люди, переболевшие коронавирусом, не выходят из больниц абсолютно здоровыми. Даже переболевшим в легкой форме требуется как минимум психологическая реабилитация. После болезни у всех пациентов сохраняется астенизация, слабость, головная боль, отдышка, повышенная потливость и подавленное настроение. Реабилитация после коронавируса необходима каждому переболевшему, вне зависимости от степени тяжести заболевания. Пациенты же, которые принесли среднетяжелую и тяжелую формы коронавирусной пневмонии, нуждаются в обязательной комплексной реабилитации. Реабилитацию переболевших ковидом проводят в три этапа. Первый начинается еще во время госпитализации в отделении интенсивной терапии. Это особое питание, витамины, дыхательные упражнения и физиотерапевтические процедуры. Второй этап происходит уже в отделении реабилитации с ингаляцией, восстановлением дыхательных функций, массажем, физиотерапией и работой с психологом. И последний этап включает в себя аэробные тренировки, которые помогут вернуться пациенту в ту форму, в которой он был до болезни. У нас в Красноярске такие реабилитационные центры постепенно открываются при больницах. Так, в марте планируют открыть реабилитационное отделение для переболевших ковидом в центре нейрореабилитации на базе госпиталя ФМБА. Главный врач Александр Фетисов рассказал, что будет входить в комплекс реабилитации. Весь стационар посвящен своей работе в медицинской реабилитации. Там будут работать врачи физической реабилитации, мультидисциплинарная бригада с привлечением и психолога, и логопеда, и физиотерапии, и массажистов. Поэтому по потребности данный стационар будет принимать пациентов и на нейрореабилитацию, и на реабилитацию после коронавирусной инфекции. Всего в крае отделения постковидной реабилитации есть в 11 учреждениях, четыре из которых находятся в Канске, Ачинске, Норильске и Лесосибирске. Такой вид реабилитации бесплатный. Вам просто нужно прийти в поликлинику с полисом ОМС, и врач по клиническим показаниям может выдать вам направление. Либо вас могут перевезти сразу из ковидного госпиталя в реабилитационное отделение. Но есть и другой способ, санаторно-курортный. А за это уже нужно будет заплатить. И немаленькую сумму. Спрос натуры для реабилитации растет до 15-20% еженедельно, пишут известия. Такие услуги, по данным бизнес-ФМ Красноярск, сегодня оказывают примерно в пятой части санатория в страны. Но другие учреждения тоже разрабатывают свои программы. Вот, например, какие услуги предлагает санаторий «Солнечный», который находится в Кисловодске. Среди них грязелечение, кислородная барокамера и питье минеральной воды. А вот что предлагает санаторий в Сочи. Там лечат кислородными коктейлями, фитобочками и аудиовизуальной релаксацией. Как рассказывают аналитики изданию «Бизнес-ФМ Красноярск», в нашем крае такой вид отдыха не сильно популярен. В основном на курорты санаторий лесят именно москвичи и петербуржцы. Однако директор туристического агентства «Континент-С» Сергей Богацкий и вовсе допускает, что такие постковидные туры могут быть попыткой привлечь туристов. Может быть, они даже как раз сделаны в рекламных целях, чтобы привлечь к себе хоть каким-то образом туристов. Потому что туристы сегодня думают ехать, не ехать. А вдруг я там подцеплю какой-нибудь ковид. Люди все равно боятся скопления народа. То, что загрузка санаториев будет стопроцентная, тут все равно даже к бабке не ходи. В среднем стоимость программы санаторного лечения варьируется от 3 до 7 тысяч рублей за сутки с человека с лечением, питанием и проживанием. А если учесть, что на реабилитацию отправляют как минимум на неделю, то выйдет такой отдых в среднем 35 тысяч рублей с человека. При том, что в курортных регионах уже повышают цены. А в сезон цены могут подняться еще выше. В любом случае, пока предложение на реабилитационные центры превышает спрос на них. Но в отрасли надеются, что тренд наберет свои обороты. На этом у меня все. Даша. Спасибо. Это была Елена Армаса. Рассказывала она о реабилитации после COVID-19. Но мы продолжаем. В покровке подростки устроили избиение кнопки лифта. Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 февраля в доме по адресу Мартынова, 29. Потасовка попала на камеру видеонаблюдения. Один из молодых людей подошел к дверям лифта и несколько раз ударил ногой по кнопке. Чуть позже к нему присоединился товарищ, вместе с которым они продолжили бить по кнопке подъемника. После чего решили проверить, кто сильнее в рукопашном бою. После спарринга подростки спокойно зашли в лифт. Никакого наказания подъездные бойцы не понесут. В пресс-службе полиции сообщили, что проверку проводить не будут, так как заявления от местных жителей не поступало. А ущерба от действий молодых людей нет. Кнопка работает. В Красноярске прошел фестиваль на лыжи. В этом году спортсмены разного возраста приняли участие в массовом старте в поддержку врачей. Как прошел фестиваль, расскажет Татьяна Шункова. Несмотря на 25-градусный мороз, сотни красноярцев собрались на городском фестивале на лыжи. В Красноярске любят лыжный спорт. Уже пять лет подряд «Русал» по инициативе основателя компании Олега Дерипаски поддерживает такие массовые лыжные события. Важно, чтобы этим видом спорта занимались не только профессионалы, но и любители здорового образа жизни и дети. Это очень классно. Несмотря на то, что мороз, очень здорово, бодро, в лесу красиво. Я даже успела посмотреть на природу. Приехала с ребятишками. Давно собирались покататься. Я вообще всем советую, несмотря на холод, снег, дождь, зной, обязательно заниматься спортом. На гонку многие приехали с семьями и с детьми. Из-за мороза соревнования для маленьких лыжников официально отменили. Но они все же вышли на лыжню и за волю к победе получили медали. Самым массовым стал старт на полтора километра. На этой гонке были и новички, и те, кто на лыжах с самого детства. Эту гонку посвятили врачам, которые уже почти год спасают людей от коронавирусной инфекции. Мы действительно пытаемся что-то подчеркнуть очень важные и значимые события. Поэтому вместе с коллегами из Главного управления физкультуры и спорта города приняли такое решение, что подчеркнуть подвиг наших врачей, которые действительно рискуют своей жизнью, делают профессиональную работу, как стояли, как будто в военных условиях. И мы тем самым даем сегодня дань им уважения за их такой героический труд. Участники и зрители гонки оставляли свои благодарности или пожелания врачам на специально подготовленной организаторами инсталляции «Большая пятерка». После праздника арт-объект передали в Краевую больницу, чтобы добрые пожелания жителей города дошли до адресатов. Компания «Русал» уже пятый год подряд, пятилетие в этом году, как мы стали поддерживать массовый лыжный спорт. Мы весь год работаем в Федерации лыжных гонок России. Во всех наших городах присутствия, в сибирских, в первую очередь, городах. Мы помогаем проводить и организовывать и учебу для молодых спортсменов, и экипировку лыжную обеспечивая. Мы сами очень любим лыжи, поэтому сегодня хотим, чтобы всем было подарено хорошее настроение от нас, призы и участие. Следующее событие в рамках проекта «На лыжи» состоится 21 февраля. В Красноярске пройдут отборочные соревнования молодых спортсменов-лыжников. Лучший из них отправится в Хакасию, где пройдут межрегиональные соревнования за призы компании «Русала» и «ЕН-Плюс». Татьяна Шункова, Сергей Токарев, Новости ТВК. Эта рабочая неделя будет самой длинной в году. Все потому, что работать придется не пять дней, как обычно, а шесть в субботу тоже. Все из-за празднования Дня защитника Отечества 23 февраля. Власти решили перенести этот рабочий день, поэтому сначала все будут работать шесть дней подряд, а потом отдыхать три дня. С воскресенья и до вторника включительно. Добавлю, следующие длинные выходные ждут нас на 8 марта. Международный женский день выпадает в этом году на понедельник, поэтому рабочая неделя будет четырехдневной. Уровень жизни в Красноярске упал, а список получателей мат-капитала могут расширить. Подробнее об этом и не только в рубрике «Новости». Коротко. Партнер проекта – Центр туризма и отдыха «Компас». Сотни вариантов подарков для мужчин к 23 февраля. Уровень жизни в Красноярском крае упал, причем значительно. В рейтинг российских регионов по качеству жизни наш край потерял 9 пунктов и занял 46 место. Это даже ниже середины списка. Рейтинг ежегодно готовит издание «Рия Новости». При расчете анализирует 70 показателей, включая занятость, уровень доходов населения, экологические условия и другие. Из наших соседей выше всех Новосибирская область – 22 место. Остальная Сибирь позади. Бессменные лидеры списка – Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Их показатели пока недосягаемы для других субъектов. Проект развязки от Николаевского моста до улицы Судостроительной скорректируют за 8,5 миллионов рублей. Корректировку «Красноярск. Граждан. Проект» должен завершить в ноябре этого года. Открыть дорогу уже планируют в 2023 году. Жители разрастающегося микрорайона Пашины давно просят о прямом выходе на Николаевский мост. Проект дороги и развязки разработали еще в 2014. Но решение упиралось в земельный вопрос. В этом году власти решили проложить дорогу немного иначе. С этой целью и заказали корректировку проекта. В Госдуме предложили расширить список получателей мат-капитала. Законопроект предполагает выплату средств на третьего и последующих детей в регионах с низкой рождаемостью. Выплату предлагают производить с 1 января 2022 года тем, кто ранее не воспользовался правом на материнский капитал. Также средства могут выдавать и мужчинам, единственным усыновителям третьего, четвертого и последующих детей. Раньше отцы не могли использовать такую меру поддержки. Депутаты считают, что этот проект улучшит демографическую ситуацию в регионах с низкой рождаемостью. Результаты такие. 17% телезрителей, проголосовавших, говорят, что тратят на еду около трети своих доходов. 41% говорят, что примерно половину. И 42% говорят, что почти всю зарплату приходится тратить на еду. Вы можете продолжать голосовать. В зоопарке Рой Фручей начало строительство нового колеса обозрения. Оно станет самым большим в России. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор парка Андрей Горбань. Колесо будет высотой 50 метров. Его откроют уже 1 июня. И по сути это колесо заменит то, которое стояло в парке аттракционов «Остров Сокровищ». На выходных он закрылся. Как сообщила владелица Моника Дюсуше, закончился договор аренды. 16,5 лет «Остров Сокровищ» работал на территории Ройевой ручья. По словам Моники, последние несколько лет в ее адрес поступали претензии, что в парке ничего не меняется. Договор был краткосрочный, постоянно продлевался. Владелица парка говорит, что это было больше похоже на русскую рулетку. Каждый год встал вопрос, продлят аренду или нет. Мы закрылись. Договор аренды истек. Мы пытались неоднократно его продлить. Но, как мне объяснили юристы администрации, что нет ни одного законного способа данный договор аренды продлить. Так как из схемы временных сооружений аттракционы исключили. Из 1300-го постановления тоже исключили. На этом, собственно, пришло предписание освободить земельный участок, что мы и делаем. Сейчас в парке демонтируют все конструкции, аттракционы, павильоны. Часть из них купил Ройв Ручей. Часть, скорее всего, продадут в другие регионы. Как сегодня рассказал директор зоопарка, на месте острова Сокровищ появится новый парк аттракционов. Только теперь управлять им будет руководство Ройва Ручея. Сегодня героем рубрики Наталья Кеечна. Дорогие мои земляки, стал солист Красноярской филармонии, единственный в крае, концертирующий органист Андрей Бардин. Песни из мультиков – это из программы для детей. 43-летний Андрей Бардин известен не только как исполнитель, но и как мастер аранжировок музыки любых, наверное, жанров для органа. По факту Андрей Анатольевич единственный в крае профессиональный органист. Получить такую специализацию у нас возможно лишь факультативно, что Бардин и делал. Да и так увлекся, что потом уже в аспирантуре Нижнего Новгорода получил красный диплом со строчкой «органист». Ему все задают вопросы, почему орган? Да потому что это один из самых древнейших музыкальных инструментов, который хранит много тайн. Скопившихся за 20 веков. Это такая редкость, экзотика, очень интересно. В мультфильме, помните песенку из мультфильма «38 попугаев»? Ужасно интересно все то, что неизвестно. И такая у органа мистическая, таинственная аура. Он, конечно, не мог меня не заинтересовать. Когда играешь на органе, особенно старинные сочинения, ты всегда чувствуешь себя Индианой Джонсом, который вот что-то разыскивает, какие-то раритеты, какие-то артефакты. Чувствуешь себя киноперсонажем. Образ жизни органиста имеет свою специфику. Например, признается Бардин, все его попытки сесть за руль успехом не увенчались, потому что ногами на педалях авто он начинает непроизвольно выделывать фуги и токаты. Органист – редкий гость дома. Ведь репетировать можно только на рабочем месте в органном зале, а перед серьезными выступлениями он это делает по 4-5 часов ежедневно. Еще запрещено болеть и отпрашиваться по делам, потому что заменить Андрея Бардина просто неким. Да и вообще нужно быть готовым ко всему. Бывало, что еще отключили свет, орган, соответственно, мотор тоже выключился, доигрывал, на клавесине какие-то пьесы поиграли, на фортепиано. В общем, вот так вот выкрутились. Вообще, ну, я считаю, что артист обязан вот таких форс-мажорных ситуаций все-таки как-то что-то придумать и найти выход из положения. Ну, все-таки, раз ты уж на сцене, будь любезен, чтобы зрители ничего не заметили. Бардина и музыка – это почти синонимы. У них в семье 4 поколения профессионалов. Отец Анатолий Юрьевич руководил филармоническим русским оркестром. Мама преподавала в музыкальном училище. Андрей признается, конечно, не играть, но уже давить на клавиши фортепиано он начал раньше, чем ходить. Поступил в училище в 90-е, когда будущее страны было туманно, а уж искусство тем более. Это Андрея Анатольевича не остановило. Более того, если жизнь заставит, он легко может сыграть и на свадьбе, и для жующей, пьющей публики, спокойно реагируя на вечно Амурку слабо. У нас был коллектив, в котором мы играли. Тогда же, в эти жирные нефтяные нулевые годы, если помните, тогда было обилие всевозможных презентаций и так далее и тому подобное, где требовалась игра либо на сборе гостей, либо в качестве каких-то музыкальных номеров. И мы с товарищами частенько подрабатывали на таких мероприятиях. Поэтому этот репертуар мне не чушь. Это не трудно. Мургусы крайне трудно. Супруга Андрея играла в оркестре «Свекра». Он, говорит, ее очень выделял. В отличие от других, никогда не отпускал на часик раньше по личным делам. Сын Бардиных Саша на сцену вышел первый раз в полтора года вместе с дедом, отцом и мамой. Ты расскажешь, какие тебе песенки больше нравятся сейчас? Какие ты поешь? Ну, если у папы, то больше «Токата и фуго ромино». А если еще больше у меня, то «Крестный отец». Ага. Ну, я его подобрал уже. Это архивные кадры. Сейчас Александр – студент Красноярского колледжа искусств, специализация фортепиано. Но, как и папа, в свое время факультативно он осваивает орган. Благо, что персональный учитель живет в одной квартире. При этом, утверждает органист Бардин, как и его когда-то, он своих детей ни разу не заставил сесть за фоно из-под палки. Сейчас же мы все, знаете, заворожены образом ювенальной юстиции или еще чего-то. Поэтому в наше время это уже не проходит. Что ты заставляешь, как, не знаю, Бетховена или Паганини запирал отец в чулане, часами его заставлял. Сейчас никто тебе этого сделать не разрешит. Поэтому, конечно, всегда только надо как-то застимулировать, заинтересовать ребенка. И, к счастью, это удается. Удавалось и с сыном, удается с дочерью. Дочке Кате 10, она учится в музыкальной школе, да так успешно, что недавно выступала на одной сцене с Юрием Башметом и его камерным оркестром солисты Москвы. Сорвала аплодисменты, как и ее брат с отцом в кафедральном соборе Калининграда. Их часто спрашивают, вы хоть когда-нибудь от музыки отдыхаете? А как можно отдохнуть, например, от руки или ноги? Ведь музыка для Бардинах – это давно составляющая самого себя. Наталья Кичина, Сергей Токарев, Новости ТВК. Ну и мы возвращаемся к теме сегодняшнего голосования. Напомню, мы спрашиваем сегодня, какую часть своего дохода вы тратите на еду. Варианты у вас на экране, телефоны тоже. Так вот, 17% дозвонившихся наших телезрителей говорят, что около треть своих доходов тратят на еду. 40% говорят, что примерно половину, и 43% – почти всю зарплату. Я напомню, что вы можете продолжать голосовать и по телефонам. Также можно проголосовать в нашей группе ВКонтакте. Голосование продолжится также и в программе «Прямой эфир». Ну а сейчас информация о погоде на ТВК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова